Витаю всех на фабрице новойны. Яна Сосеева-Федро и моя гостья сегодня с Ольга Курносова, российская оппозиционерка. Здравствуйте, Ольга. Витаю. Давайте начнем с интересного сообщения, а именно из паники так называемых задблогеров. В общем, один из них такой себе Егор Гузенко, он еще ведущий Телеграма 13, 13-й опубликовал серию эмоциональных видеозаписей, в которых резко критикует Путина, называл его дедом, также он связывал происходящее в Украине событие с тем, что президент России не начал якобы полномасштабную войну в 14-м году, потому что забоялся и говорит, если бы 10 лет назад они не напугались, то на сегодня, может быть, меньше пацанов погибло, пишет 13-й. Ну, еще блогер добавил, что ему обидно, что 10 лет назад он и вообще другие участники конфликта, как он называет, вообще начали всю эту, заварили всю эту кашу. Причиной этого всего стало также возбуждение уголовного дела против еще одного военного корреспондента, так называемого, Сладкова, которого обвиняют, к слову, в дискредитации армии. Как думаете, вот такие все вот истерики, в частности, кстати, ему пришлось удалить все это, он ничего не оставил, там появилась какая-то аудиозапись, где мужской голос объясняет, что Гузенко покорячился, скажем так. Как думаете, это уже начинается что-то между так называемыми военкорами и между властями? Удастся ли Путину, скажем так, посадить их на место? Ну, мне кажется, что уже трудно Путину посадить и заткнуть им рот, потому что есть Курск, есть понимание того, что Путин не управляет ситуацией, есть прилеты в разные места России, в том числе в Московскую область, и есть понимание того, что, ну, на самом деле, у деда поехала крыша, он вот этот Донбасс вбил себе в голову, и ради него готов убивать всех и украинцев, и россиян. И, собственно, то, что происходит на самом деле на фронте, видно вот этим самым Z-блогерам. И не случайно ведь как раз 13-й говорит, вот, посадили Гиркина, ведь он правду говорил, да, ну вот те, у кого близкая точка зрения, Гиркина посадили, Пригожина убили, но эта точка зрения никуда не делась, а наоборот, чем хуже ситуация для Путина на фронтах, тем больше им хочется это говорить. И, соответственно, тем больше это показывает, что Путин реально ситуацией не управляет. Также этот вот Z-блогер напомнил, что российские власти сажают неудобных граждан за решетку, приведя, в пример, Гиркина. Давно мы о нем ничего не слышали. При этом также он сказал, что он уверен, что не нужно бояться российских властей, поскольку весь народ не посадишь. Хочется спросить, неужели серьезно, да, не сколько раз там народ пытался, да, на какие-то митинги выходить, протесты, пусть там небольшие, но мне кажется, что все-таки кто-кто, а кревелевская власть, она сможет посадить каждого. Ну и вряд ли сегодня вот можно надеяться вообще на какие-то массовые митинги, чтобы говорить про то, что каждый россиянин сегодня будет на улицу. По поводу вот таких, скажем так, вот заявлений, что не всех посадишь, это значит, что скоро вот этот вот гражданин, да, Российской Федерации, 13-й с таким вот псевдонимом, так живут за решеткой? На самом деле с этим тезисом трудно спорить. Действительно, всех не пересажаешь, но вы же правы для того, чтобы вот этот тезис вообще появился в повестке дня, надо, чтобы хотя бы половина россиян захотели выйти на улицу. А для этого и принимаются всякие акции по запугиванию, для того, чтобы на улице вообще никто не выходил. И даже на выборы теперь то ходить бессмысленно. В Москве практически все голосование было электронным, и уж то, как подтасовывают, просто нет слов. Но, тем не менее, конечно, если чаша народного терпения переполнится полностью и захотят выйти половина, то тогда действительно всех не присажаешь. И про это всегда полицейские говорили. А вот если бы вас было 100 тысяч, мы бы вас не задерживали и перешли бы на вашу сторону. Ну, хорошо, пускай ждут, когда выйдут 100 тысяч. Ну, а тем временем темпы набора контрактников в российскую армию в 2024 году увеличились как минимум в 6 раз в сравнении с 2023. На это обращает внимание в издании «Важные новости». Они изучили данные о расходах федерального бюджета. Так вот, российские власти в надежде набрать как можно больше пушечного мяса, пишут журналисты, для отправки на войну в Украину. Минувшим летом также подняли размеры и выплаты, известно, за подписание одного контракта и в результате чего теперь средняя оригинальная выплата выросла в 4 раза с начала года с учетом федеральной части, достигла 1 миллиона рублей. Так думаете, удастся Путину набрать вот это вот пушечного мяса? И что говорит, да, вот это вот повышение, о чем говорит повышение денег за контракты и то, что Путин сегодня пытается как-то завлечь людей, что не хватает, не хотят эти люди на миллионы рублей, скажем так, даже? Да, ровно об этом и говорит, что уже те, кто хотел уйти, они уже ушли, их уже утилизовали, и, соответственно, больше никого нет. И сколько бы они ни повышали, желающие не появляются. Поэтому такие странные способы, когда пытаются те, кто только что приобрел гражданство, я имею в виду, в принципе, в первую очередь граждан стран Центральной Азии загнать на фронт и так далее, да, действительно трудно набирать на контракт, поэтому дыры затыкают срочниками. Ну, вот, опять-таки, естественный результат вот этой долгой мобилизации, когда все уже понимают, что поехать на фронт – это с большой долей вероятности бред в один конец. Также вот мы затронули тему беспилотников, которые летят на Россию, ну, а в ночь на 10 сентября украинские беспилотники попытались атаковать Москву. Об этом говорит мэр столицы Собянин. Ну, и что интересно, пишут также власти и говорят о том, что при отражении атаки один из дронов попал в жилой дом, погибла женщина. Ну, здесь уже серьезно. Получается, Московская область, Москва, есть погибшие. Как думаете, когда будут пытаться объяснять эту ситуацию, не знаю, людям своим, потому что мы знаем, что до сегодняшнего дня очень важно было для Кремля оберегать Москву, Петербург, крупные города от войны, чтобы те даже не видели. Там даже мы знаем, что боятся сирены включать. И наверняка, когда погибла женщина, она не знала, что была атака, соответственно, у нее не было возможности спрятаться в укрытии. Как думаете, кто ответственность должен понести, будут ли вообще разбираться? Ну, и не знаю, захотят ли родственники этой женщины услышать ответ, да, как так произошло? Разбираться, конечно, не будут. Всю ответственность будут спикивать на Украину. Сирены не включают, действительно, потому что просто не хотят пугать людей. Ну, что я могу сказать? Не надо жить в домах с большим количеством этажей. Если у дома там 3-4 этажа, вероятность того, что в тебя залетит сбитый дрон, гораздо меньше, чем если это многоэтажка. Основные все прилеты за последнее время были именно в многоэтажках. Поэтому, собственно, да, вот ситуация такая, да. Конечно, это не Москва, это пока Раменское. Это Москва еще не долетела, но все аэропорты были закрыты. Поэтому, конечно, Москва это чувствует. И вообще россияне начинают чувствовать, что война, вот она близко. И может коснуться каждого, и убить могут каждого. Ну, и сегодня, конечно же, в России, чтобы там ни было, разговаривают про возможные переговоры. Но впервые Сергей Шойгу выступал с интересным заявлением. Такого еще никто не говорил. Он сказал, что Москва не пойдет на переговоры, пока ВСУ остаются на территории Курской области. Очень интересно звучит от секретаря Совета безопасности. То есть получается, что они готовы дальше жертвовать своими людьми, Курской областью, да, по счастью. Но только, чтобы не идти на переговоры, и чтобы что. Вот понимают ли в Кремле, что Россия сегодня не будет точно идти на такие ультиматумы российских властей? Ну и что сегодня как-то нужно вызволять своих людей? Или сегодня уже, скажем так, часть Курской области отошла окончательно, она на второй план? И уже может понятно, что Кремль готов жертвовать своей территорией? Давайте обратим внимание на другое. Это вообще первое высказывание Сергея Шойгу после его отставки с поста министра обороны. Он до этого еще ничего не говорил. И до этого почему-то его голос не был нужен и не был важен. И вдруг сейчас, что называется, великий немой заговорил. Вдруг он сказал. Хотя то же самое уже говорил Сергей Лавров. Спрашивается, зачем Сергею Шойгу это надо повторять? А вот это интересно, да? Потому что потом, если предполагается посадка Сергея Шойгу, то и слова его ровно ничего не значат. Значит, если никогда переговоры начнутся, и будут говорить, а как же вот тут Шойгу ты говорил? Да кто такой Шойгу? Это очередной вор, который сидит в тюрьме. Поэтому я бы сейчас на его слова вообще не обращала никакого внимания. Ну вы думаете, что посадка Шойгу, она будет такая вот закономерная после того, как уже ряд его замов на самом деле задержали. И их там подозревают и во взятках, и наверняка там еще госизмену могут повесить. То есть Шойгу это просто дело времени получается, правильно? И он будет посажен тогда, когда Кремлю это понадобится. Сейчас все готово для того, чтобы его посадить. Поэтому если не понадобится его сажать, его не посадят. Если понадобится, то посадят. Но в конце концов, а на кого же списать события в Курской области? Шойгу и Герасимов, как говорил Пригожин покойный, где снаряды. Ну вот, собственно, Шойгу и Герасимов, пора в тюрьму. Ну и что интересно, новый главарь Минобороны, Минубийства России, Белоусов, у него также было время за месяц что-то предпринять, что-то сделать. Но мало того, что у него не было заявлений, там только в первые дни, когда было заседание, там что-то промолчал, и тоже не было такого четкого заявления по поводу Курской области. Получается, что и он сегодня бездействует, потому что, ну, мне кажется, что за месяц проблему можно было бы решить, но как-то она почему-то не решается. Ну как же бездействует? Он постоянно сажает генералов, то одного, то другого, то третьего. Как он тут может работать, когда все генералы, оказывается, жулики и воры. Поэтому пока их всех не пересажаешь, работать совершенно нельзя. И все это объясняет, почему министр обороны фактически ничего не может сделать. Пока он тут все, как говорил Лукашенко, перетрахивает и перетрахивает. Вот пока он всех перетрахнет, вот тогда уже можно будет работать. Ну и еще одни заявления от Шейгу, который сказал, что завершение войны в Украине станет главной темой встречи БРИКС, которая будет проходить в Санкт-Петербурге с 10 по 12 сентября. Ну и сказал, что, конечно, без этой темы мы не обойдемся, что, мол, даже она может быть одной из основных. Но здесь важно понимать, это вот в голове россиян как-то попробовать собрать все страны, влиятельные страны и как-то надавить на Украину. Или все же это страны БРИКС поставили перед Путиным вопрос о завершении войны в Украине? Ну, может быть, и то, и другое. Понятно, для чего БРИКС собирает Путин. Он пытается сделать второй полюс. Альтернативный, большой восьмерки странам НАТО, Североатлантическому альянсу. Он пытается собрать другой полюс. То, что раньше в советское время называлось движение неприсоединения страны третьего мира, которые Советский Союз окучивал, объединял, чтобы противостоять проклятым капитализму. Вот сейчас это у Путина преобразовалось в страны БРИКС. И он все время надеется, что он сможет это все возглавить. Ничего подобного. По совокупной экономической мощи, конечно же, главная страна в БРИКС – это Китай. И поэтому, что там себе думает Путин, что он себе там не думает, это постольку поскольку. БРИКС будет, конечно же, прислушиваться к более мощным странам, в первую очередь, конечно, Китаю. Так что, что там Китай хочет, то, наверное, БРИКС будет принимать. Ну и известно, что осенью 22-го года еще существовала реальная угроза применения России ядерного оружия, тактического. Об этом сказал директор ЦРУ Вильям Бернс. Ну и также это связывает с тем, что тогда Украина контрнаступала, и они переживали, что из-за успешного контрнаступления в СССР Путин все же может применить. Как думаете, сегодня эта тема будет подниматься, скажем так, в частности в Санкт-Петербурге, где будет проходить встреча БРИКС? Предупреждают ли сегодня Путина про неприменение ядерного оружия? Насколько сегодня эта тема вообще звучит и в Европе также, да, среди наших западных партнеров? Или сегодня уже четко известно, особенно после Курской области, что, ну, красных линий, скорее всего, нет? Ну, я бы вообще подумала, а что это Бернс об этом сказал именно сейчас? Не потому ли, что избирательная кампания в Америке находится в своей завершающей фазе, и ему нужно хоть что-то еще подкрепить Камалу Харрис, чтобы она точно могла набрать больше баллов наравне с Трампом и его опередить? Поэтому внезапно сегодня, почему-то не вчера, не месяц назад, сказала она об этом именно сегодня. Поэтому, мне кажется, я не уверена, что тогда такая вероятность была, ну, и сейчас уж, тем более, такая вероятность, на мой взгляд, минимальна. Она бы это показала Курской области, я думаю, что лишний раз на саммите БРИКС скажут ни в коем случае о том и тебе ата-та. По поводу вмешательств России, выборы США уже предупредили также и в Штатах, что давайте не будем вмешиваться в наши выборы, это наши дела, ну и, пожалуйста, не лезьте. Все это было после заявления Путина, когда он поддержал Камалу Харрис, сказал, что на самом деле надеется, что она будет лучше, чем же Трамп в свое время, который вводил санкции против России. Как думаете, воспринимать ли вот буквально слова Путина, что он правда поддерживает сегодня демократов, ну и боится, возможно, Трампа, который, ну, пока, по крайней мере, такой очень непредсказуем? Ну, я думаю, что действительно, если с демократами у него всегда было лучше, мы помним, что Обама совершенно спокойно проглотил, что называется, аннексию Крыма, А вот с республиканцами всегда было тяжело, что у Советского Союза, что и у Путина, да, как мы помним, именно в правлении Трампа Украина получила первое летальное оружие. И, безусловно, иногда Путин говорит правду, и когда он сказал, что он больше поддерживает Камалу Харрис, вот это тот редкий случай, когда Путин действительно сказал правду. Да, давайте еще поговорим про реакцию Европы на то, что происходит сегодня, в общем, на их территории, все из-за войны России в Украине. Известно, что накануне российский военный беспилотник потерпел крушение, как сказали, в обороны Латвии, ну и сейчас идет расследование, что же это было. Известно, что пока якобы он залетел с Белоруссии, все это было во время атаки на Украину. Ольга, как думаете, сегодня, в общем, да, в контексте ядерных угрозов, про то, что мы с вами говорили также вот ранее, переживает и боятся ли сегодня делать какие-то такие серьезные шаги в Европе? Ну, хотя бы, да, вот взять себя в руки, скажем так, и не бояться сбить чужой беспилотник, который залетел на их территорию, потому что, ну, кто знает, что может быть дальше? А если бы кто-то погиб, а если бы были ранены, что тогда? То есть получается, что тогда люди могли бы, да, свой народ обвинить власти, европейские власти, может, даже в бездействии. Или все же этот страх, он такой, больше, нежели желание себя защитить? Ну, давно пора, на мой взгляд, да, потому что ведь сколько было случаев, и в воздушное пространство Польши залетали беспилотники, и в воздушное пространство Румынии, вот сейчас в Латвии. И поляки все время поднимают бомбардировщики для того, чтобы, или истребители, ну, короче, какие-то самолеты, чтобы отследить, где там летают. Ну, так уже пора сбивать. И более того, тут же недавно министр иностранных дел Польша Сикорский говорил, что они готовы сбивать, но это министр иностранных дел. И тут же ему погрозились в Брюсселе пальчиком и сказали, нет, 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 вы сначала с нами посоветуйтесь. Ну, так вот уже посоветуйтесь и решите, что любое пересечение или даже подлет воздушного пространства в некоторой, там, не знаю, 10 или 30-километровой зоне позволяет уже эти самые ракеты или беспилотники сбивать, чтобы жизнь медом не казалась. Я не говорю, что хорошо бы бить по аэродромам, но надо дать уже разрешение, чтобы Украина могла бить по аэродрому. Тогда уже, глядишь, ни ракеты не будут залетать, ни беспилотники. Ну, и по поводу разрешения еще также была информация про то, что Байден намерен в пятницу обсудить с Британией разрешение ВСУ наносить удары по Российской Федерации дальнобойным оружием. Байден сказал Энтони Блинген. Как думаете, Ольга, уже есть какое, может, четкое решение, если вообще об этом будут говорить, что все же можно и ничего за это не будет? Эскалации не будет, как раньше об этом говорили европейские политики. Да ежу понятно, что никакой эскалации не будет, поэтому мы ждем и будем держать кулаки. Более того, понятно, что самый главный защитник границ России были именно Соединенные Штаты, а именно демократическая администрация. Именно поэтому Путин оказался не готов к Курской операции. Он был уверен, что Украина никогда границу не пересечет, потому что ему про это не говорили те, кто с ним разговаривал, именно из Америки. И вот ровно в тот момент, когда Путин поймет, что ограничения все сняты, и когда будет понятно, что могут быть и удары по аэродромам, а может быть и по центрам принятия решений, ну хотя я думаю, центры принятия решений точно не разрешат быть. И это не Кремль, конечно же. Вот нам недавно рассказали, где Путин-то живет. Вот когда он поймет, что и для него все это может закончиться плачевно, ведь очень боится он за свою жизнь, вот ровно тогда вполне возможно, мирные переговоры станут возможными, но совершенно на других условиях, а не на тех, на которых хочет Россия. Благодарю вас, Ольга, за важные разговоры и за время, которое вы для нас нашли. Спасибо вам. Всего хорошего. Друзья, спасибо каждому. Из вас, пожалуйста, понравилось. Также комментарии под этим видео, также кто еще не подписался на фабрику новин, обязательно просим вас это сделать. Спасибо за внимание и держите себя. Субтитры сделал DimaTorzok